Ни шагу назад гласила сейчас игра, мол, второстепенки будут недоступны, но мы их выполнили, мы их почистили, а я вас приветствую, друзья, с вами Верус и... Они будут сопротивляться. У них есть оружие. Какие нас ждут укрепления, неизвестно. Ваши враги совершили государственную измену. Бейте их! За княгиню! Капитан Делатур расскажет детали. Ура! Где? Гибги Пура. О, как они бачком так. А вот интересно, ведьмаки-то сыр до десерта кушают или после? Тебя это сейчас больше всего интересует? Да, ведьмак. Ну, звук как из ведра вот здесь, да? Там голос был чистый такой достаточно у него. Тут вот звук как из ведра. Так он что-то блестит. Там вроде ничего, ну окей. Пошли. Геральт, хорошо, что ты здесь. Готов идти на Дунтынне. Вижу, у тебя готов план. Ты меня посвятишь? Задача нашей вылазки две. Разыскать сестру ее милости и схватить людей, которые шантажировали вампира. Значит так. Дунтынне состоит из нескольких зданий, окруженных стеной. Центральную часть занимает замок. Родерик его недавно отремонтировал. Мы хотим ударить здесь, со стороны главных ворот, и захватить территорию перед замком. Знаешь, сколько людей будет оборонять Дунтынне? Родерик держит при себе небольшую дружину рыцарей. Это не войско, но пара десятков людей наберется. К тому же недавно у него поселилась банда каких-то заезжих наемников. Мы мало о них знаем. Должны быть, это люди-центрийцы. Я встретил нескольких в городе, они пытались меня убить. Мы ударим с двух сторон. Отвлеките защитников. Я зайду в крепость с тыла, найду девушек и позабочусь, чтобы им не причинили вреда. Я перелезу через стену, как только вы начнете бой. Звучит рискованно. Но мне кажется, ты знаешь, что делаешь. Начали. А это весь твой отряд там? Сколько вас? Пять? Семь. Да? Семером будете штурмовать. Великолепная семерка и ведьмак. Ну, в принципе, последний, да, решает и заменяет на ноги. Началось. Быстрее! Берем коней для Родерика и валим отсюда. Если стены не выдержат, мы далеко не уйдем. Не так быстро. Придется изменить планы. А к чему такой пафос, когда ты заходил? А, еще, кстати, надо было заморозку включить. В умениях. А мне сейчас поменять не дадут. Саморозки было бы прикольно сейчас. Ну да ладно. Эээээ. Хамло. Хамлища, а. На тебе в таблище. Оп. Где там мой арбалет? Ах. Думал, ты чуть... Резвее будешь бегать. Взять его! И что? Ты их знал? Кстати, можно переключиться, конечно... На нашу уже. Более классическую, скажем так, парочку. Ну. Ну. Да ты что? Посмотрите, какой грозный. Родерик отправил их за лошадьми. Удрать собрался. Только мы ему не дадим. Естественно, удрать собрался. Мне вот еще интересует вопрос. Сейчас мне так же не дадут, да, поменять умения? Якобы мы в бою. Эх, жаль. Жаль. Большая такая жаль. Заморозка сейчас. Толпу. О, жрюк. Гвардейцев не видать. Там их не должно быть. Прав был Родерик, надо бежать. У нас получится. Но они и врагами считаются. Ох, сука! Что это было? На телегу! Даже не шелохнулся. Так. А с них ничего не выпало. Проделись так с ящиками. Дается сбежать. Только осторожно, чтобы ни один не упал! С ящиками, без ящика. Ну вот, почти все. Скоро можно и в путь. А где кони? Гуга и Белин должны были. Тут кто-то есть. Прорвали с той стороны. Все сюда! Убить его! Меня так просто не возьмешь! Родерик. Какие-то ребята стремные, я хочу сказать. Нечистые на руку, однозначно. И не только на руку. Родерик. оставь мне жизнь я я ничего не сделал ты водишься с очень неподходящими людьми где дружки центрица я знал я знал что нельзя давать им кров где они сейчас в замке готов готовится бежать у них есть спутница женщина по на разуме разумеется она меня убедила их принять и втравила тебя в большие неприятности где она вещи собирает вы должны были уехать вместе старый дурак я бы все все для нее сделал где в замке его ее комната в башне на самом верху где похищенная девушка какая девушка я ничего не знаю ни о каком их похищении это видным мои гости что что со мной будет ну давай держи прижми край не должно остановить кровь спасибо и я так понимаю это может повлиять на концовку наверное так ну что ж погнали дальше что там такое сколько слишком много мы их не удержим еще посмотрим поджигай баррикады или из их них с тыла зашли какой здоровый луна его кстати даже ценой здоровья не вырубить я тебя на куски очко порвали 1 я тебя на куски порву покажи что умеешь я тебя на куст об умри морг железный блин он реально здоров еще и рубит я тебя на куски порву ай я начал смотреть бонус чё там у меня слетел который был печальным но жаль 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 не получилось а кстати здесь еще ребятушки мы сейчас своим поможем вот так красиво прорубим а ты слишком здоровы что ли пролезть здесь не можешь не будем тогда сейчас играться с ними а чё собаки у вас какие-то на куски подъеденные как будто уже как будто с них уже шкуру спустили я тебя на куски порву на юг гадину не успел как-то он уменьшился либо доспех у него скукожил его аж так а да ладно ладно здесь мы сейчас ну я смог только что собирать все это тут врагов же нет ну что тут так родной вот допустим вот мы лутаем вот тоже лутаем искусственные зубы вырываем успеваем еще даже а здесь нет а вот ну пошли наверх все вместе на 1 это ваш последний шанс сдавайтесь во что нас это сука втравила бей его вперед хм 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 не пробраться в зимы они мне за все заплатят арра гарам так окей хорошо заплатят они тебе тебе заплатят они мне заплатят еще кто-нибудь просто жесточайшим образом они потрошал жалко заморозки нет да тут просто можно любоваться как 200 их кроши но мы тоже пределах а тут практически каждый удар это убийство тут целая армия тут не пару десятков их было не ожидал найти вас здесь мы подумали что помощь тебе не помешает ведьмак нет времени объяснять где рена думаю внутри мы все узнаем так пойдем уже что а а а Девушки отдыхают. Ты же знаешь, я не дам себя в обиду. Я ждала тебя. Ты знаешь, где ее искать? Да. Я наткнулся на Родерико, хозяина Дунтыны. Он сказал, где Сиана. Ну так говори и пойдем за ней. Нет времени. Она должна была быть в комнате в башне. Именно в той, где мы сейчас. И которая совсем не похожа на камеру для узницы. Кстати, тут еще и графин с вином случайно оказался. Готов поспорить, это краденый Сангриаль. К чему ты клонишь? Я дам тебе шанс все рассказать самой. Мне нечего рассказывать. Ведьмак, что происходит? Боюсь, Деттлов, тебя обманули. Друг, прошу тебя. Ты должен выслушать Геральта. Рена... Не настоящее ее имя. Ее зовут Сиана, и она сестра Анны Генриетты. Книгини Туссента. Что? Что это за бред? Сиану изгнали из дворца, когда она была ребенком. Теперь она вернулась, нашла убежище в Дунтынне, и отсюда командовала шайкой бандитов. Она послала в баклер человека по прозвищу Центриц. Он крал для нее княжеское вино. Так я вышел на ее след. Затем она решила вернуть драгоценность, которую получила в подарок от отца. Угу. Мне очень жаль, Дэтлов. Ты был лишь частью ее плана. Ты придешь в Тесхам-моро. Мутно, и все объяснишь. Не придешь. Я сравняю баклер с землей. Обещаю. Даю три дня. Я буду ждать. Он просто улетел? Он не хотел поступать опрометчиво. Ему надо остыть. Думаешь, он выполнит свою угрозу? Не знаю. Когда он впадает в ярость, он непредсказуем. Я пойду к нему. Прости, что? После того, как... Вы не знаете Дэтлафа так хорошо, как я. Если я его не послушаюсь, он правда уничтожит город. У него хватит на это сил. В тебе зашевелилась совесть? Лучше... Лучше поздно, чем никогда. Так же? Что ж... Это представляется лучшим выходом. Ваша милость, осторожней. Гвардейцы видели вампиров. Чудовища могут быть где-то здесь. Вампиры или нет, найдите мою сестру. Ищите. Ваша милость, это... Сиана! И всё-таки это ты! Сестричка! Во что же ты впуталась? Теперь ты за меня волнуешься, правда? Я... Понимаю, что ты испытываешь ко мне неприязнь. Но обещаю, что мы с тобой разберёмся во всех прошлых обидах. Мы ещё об этом поговорим. Капитан, ведите Сиану во дворец. Я займусь ей, как только мы вернёмся. Слушаюсь, Ваша милость. А тебе, ведьмак, моя искренняя благодарность. Не могу поверить, что моя сестра была так близко. Родерик из Дунтыны ответит за измену и соучастие в шантаже. Вот так. Это не измена, а наивность. Родерик дал себя одурачить и сполна за это заплатил. Одурачить? Кому? Ваша сестра. Она убедила его принять этих бандитов. Это Сиана шантажировала вампира и заказывала ему убийство. Что? Что за чушь? Она и есть его пропавшая возлюбленная. Она инсценировала собственное похищение, чтобы управлять им. Он был только орудием. За всей этой интригой стоит Сиана. Вы ошибаетесь. Это не может быть правдой. Ваша милость. Я знаю этого вампира и... Как это знаешь? Кто он? Детлэф. Который недавно сидел со мной за одним столом и рассказывал про Нозаир? Есть еще что-нибудь, о чем вы забыли мне сказать? Может, под горой Горгоной живет дракон? Или кто-то из здесь присутствующих тоже вампир? Где он теперь? Он ждет Сиану. Если она в назначенное время не придет к нему навстречу, он уничтожит Бакляр. Он посмел нам грозить? Ваша милость. У нас есть три дня, чтобы привести ему Сиану и... Замолчи. У вас три дня на то, чтобы принести мне его голову. Хватит с меня тайн и помощи вампирам. Я требую того, за что заплатила. Головы бестии. Ты думаешь, ее милость уже остыла? Сомневаюсь. Она так легко ничего не забывает. Особенно угрозы. Да. Даже я вынужден признать, что Дэтлов вел себя совершенно неподобающе. Ты что, нервничаешь? С чего бы вдруг? Дай подумать. Ты возвращаешься с охоты с пустыми руками, без трофеев и потеряв след. Что ж, бывает. Особенно если чудовище, которое ты выслеживаешь, умеет превращаться в туман. А как, как реагируют заказчики, когда ты не оправдываешь их ожиданий? Зависит от положения. Крестьяне ругаются матом, мещане требуют вернуть задаток, дворяне пытаются затравить тебя собаками. А владыки? Обычно грозят эшафотом. Судари, вас ожидает досточтимая княжна. Говорящее ведро. Народ требует кары. Сиана совершила столь страшные преступления, пролила столько крови, что... Еще слово, Пальмерин, и я совершу преступление. Жертвой будешь ты. Повторяю последний раз. Сиана в ответе за множество смертей. Но она моя сестра. Учитывая кровные узы и наше прошлое, я не допущу самосуда. Опасаюсь, ваша милость, что чернь может подняться. Они могут взять темницу штурмом. Пусть себе штурмуют. Ее там нет. Сиана в безопасном месте. И будет там ожидать суда, покуда мы не избавимся от этого проклятого вампира. Я вижу по вашим лицам, что вы от него не избавились. Мы сделали все, что могли, но... Мое терпение исчерпано, Геральт. Где он? Где Детлов? Не знаю, след оборвался. Это все, что ты можешь сказать? Я берегу время вашей милости и говорю как есть. А, иногда я устраиваю охоту на лис. Вы знаете, как это выглядит? Великий ловчий спускает собак со сворки. Они мигом берут след и загоняют зверя. И все это в пределах часа. У тебя, ведьмак, была неделя. Помощь моих рыцарей. И ты не достиг абсолютно ничего. Я начинаю думать, что моя легавая лучше бы справилась. То есть, вытащить сестру это ничего, да? И узнать, что это она все затеяла. А ну, давайте похамим немножко. Быть может, вместо ведьмака, вашей милости, следовало нанять легавую? Ты ходишь по тонкому льду, ведьмак. Очень тонкому. Я бы попросила тебя все-таки выбирать выражение. А теперь к делу. Вы установили хоть что-нибудь? Ваша милость. Сиана использовала Детлофа. Она обманула его, чтобы убить рыцарей, которые сопровождали ее возгнание. Вероятно... Ваша милость. Вампиры. Что? Ну, говори. Вампиры. Напали на город. Капитан Деллатур обороняет площадь возле пристани. Но множество убитых. Зараза. Тебе же было пофиг на эту черню. И на своих стражников. Если Детлоф хочет войны, он ее получит. Геральт, за дело. Больше никаких отговорок. Пальмерин, ты... Уберите ее. Пусть штурмует, сказала она. А то, что пострадает... И простой народец, который будет штурмовать и стражники... Ой-ой-ой-ой-ой, что-то у меня сворачивается все начало. Да я тебя вижу. Ведьмак как-то бил бы в нужную сторону. Вы своего убили, ребят. Я понимаю, что вы мега-стрелки. Но зачем своих-то убивают? Кстати, нам сейчас против вампиров рубиться и рубиться. Похоже, придется. Так что делаем вот так. Нехорошо. Ух ты. Что-то, кто удавился Мерзалис. Что-то, кто удавился Мерзалис. Что-то, кто удавился Мерзалис. Сейчас тебе уехал. все она не явилась на встречу вот пожалуйста датлов не шутил да и нам тоже надо заняться этим всерьез дело зашло слишком далеко рейдис ты упоминал какой-то способ выманить датова говорил что не хочешь прибегать к нему потому что он слишком опасен я так выразился прости в таком случае я ввел тебя в заблуждение слова опасен передает лишь ничтожно малую долю предстоящего риска пожалуйста заканчивай уже внутренний монолог и просто скажи как заставить датлов и явиться на встречу минутка мне бы хотелось чтобы ты сперва рассмотрел альтернативу ты же можешь выполнить требования датлафа и освободить я ну ты думаешь датла все еще верит в невиновность и она я думаю что-то подозревает он пытается понять что происходит и ради этого готов объявить войну всему княжеству что умеренность никогда не было его сильной стороной попробуй убедить меня что ты прав почему я должен освобождать сяну я знаю теперь в это тяжело поверить но датлов не злой он импульсивный нужно чтобы они встретились поговорили и он отступит от города и это может и соглашусь а вот анна генри это никогда заметь я не предлагаю спрашивать у нее позволения сына а если встреча пойдет не по твоему плану что если дойдет до боя ты можешь гарантировать что сианой ничего не случится крайне маловероятно что слушай давай без теории вероятности просто ответь да или нет вручаю что волос не упадет с ее головой у меня много замечаний к твоему плану в том числе и такое мы не представляем где держатся ты слышал что говорила княгиня в темнице ее нет отговорки мой друг я уверен стоит тебе захотеть ты найдешь ее без труда ну в общем можно поговорить с дамьяном княгиня держит его при себе вероятно он что-то вот видишь я знал что ты что-нибудь придумаешь надеюсь я развеял твои сомнения не совсем мы еще не закончили разговор так как можно выманить датлафа если вдруг понадобится кровью девственницы видишь ли где-то неподалеку живет один из скрытых древних могущественных вампиров самых древних и самых могущественных да и тусент земли скрытого каждый из нас обязан слушаться его покуда здесь находится а значит достаточно одного его слова и датлов явится в указанное место и как убедить этого скрытого чтобы он вызвал датлафа сперва хорошо было бы его найти скрытый не встречается с приезжими без особой нужды а вот местные возьмем к примеру ариану видишь ли она тоже я догадался хорошо допустим она меня к нему приведет и что дальше не знаю надо будет импровизировать силе словом или я поддал дамся шантажисту или сражусь с ним ты знаешь мои предпочтения если мы освободим сиану и устроим ей встречу с датлафом есть шанс что мы все останемся живы включая датлафа рейдис прости что ставлю тебя в такое положение но если я все-таки решу драться с датлафом на чью сторону ты встанешь если ты решишь что этот вопрос надо решать мечом я не стану у тебя на пути и оценю это надеюсь а теперь скажи пожалуйста что ты собираешься делать мне но конечно любопытно было бы поговорить к этому сходить мои сие не знают на третий вариант можно еще что замутить ну давайте поговорим пытаемся освободить безумие на будь по-твоему я расспрошу дамья на сиане я знал что ты не заставишь себя просить погоди я еще ничего не обещал пока я просто хочу во всем разобраться ты со мной разумеется в хорошей компании всегда веселее поторопимся дамьен может быть в опасности или мир ты думаешь мне казалось он пережил немало битв с людьми из чудовища смотри я думал низшие вампиры вас не слушают как правило тогда как датлов натравил их на город я же говорил он исключение он может подчинить их своей воли управлять ими силой мысли куда он сам не решит отступить или не погибнет они не останавливаться офигеть конечно так весело по городу . в кавычках весело и а ты не заметил что тут у нас компания одной дамы появилась или в принципе на нее пофигу вообще может ты все-таки вернешься да я дурак но тут на ребенка накидалась мерзавка в принципе заморозка я опять час не смогу переключить да это все считается во время боя кто не от заморозка я смог переключить отлично возвращаем суда эти навыки пока сюда и тут можно было прокачать адреналина не хочу у меня спасает хорошо можно выстрел прокачать как на скотоболе чудовище все еще здесь а а раз смотреться она была не смертельная но он истек кровью приди мы сюда на пару минут раньше мне не удержали строя я чувствую чувствует кроме он ранен пойдем так пророк лебеда весь народ строит памятник не стой не жди что делать строй возлюби ближнего своего так а я как-то не видел эту виску даже вроде бы на этой площади мы тусовались частенько ну ладно пошли а потушить его не могу чё за бред уличная баррикада никакого смысла для вампира это непрепенствие они не знали я не успел предупредить должно быть они поняли что здесь не удерживаться надеюсь они нашли какое-то укрытие это чё уникальные вампирески а ты сколько мне еще ждать ты как бы будешь мне помогать собака ты сутула арт помогает нам очень знатно час может ты все-таки вернешься а может ты все-таки заткнешься или поможешь ведьмачки а может ты все-таки вернешься я здесь мой фюрер пошли забаррикадировались не должны увидеть что я вампир прости гераль но мне придется тебя оставить уверен ты и сам справишься да ты мне и до этого не помогал на самом деле так один разочек помог шальняком похоже ты убил его в одиночку этот ублюдок перебил половину моего отряда вижу еще чуть-чуть он бы и до тебя добрался вам надо отступать быстро у меня долг перед этим городом ты не поможешь ему если поведешь солдат на убой да мне помнишь наш разговор в дворце повторяю у вас нет никаких шансов отряд раненых перевязать готовится к выступлению очень хорошо мудрое решение и вот еще что против вампиров используйте исключительно серебро прикажи алхимикам приготовить как можно больше масла от вампиров наносите его на мечи особенно осторожно с альпами и бруксами это те что в облике женщин они умеют исчезать против них помогают бомбы с серебряными опилками спасибо ведьмак надеюсь ты стоишь тех денег которые тебе обещала княгиня и принесешь башку сволочи которая все это устроила у меня другой план это какой же пока скажу только что мне нужна сиана ты знаешь вердикт княгини сиана ожидает суда в заточении вердикт мы знаем но не согласны с ним могу позволить себе такую роскошь я присягал ее милости на верность люди гибнут из-за одного человека если книги не узнает что я тебе помог я пойду на гильотину а мы следом за тобой несмотря на это мы рискнем мы зря теряем время геральт пойдем подождите когда когда я в последний раз видел сианну ее милость сопровождала ее в детскую комнату во дворце да что ты в детскую комнату ты уверен я служу при дворе много лет знаю там каждый угол конечно холера я уверен так что княгиня заточила ее в кукольном домике честно понятия не имею я говорю только то что видел а дальше это уже не мое дело понимаю я все проверю а ты возвращайся в гарнизон лучше по моим следам там пока спокойно и спасибо тебе ты очень нам помог я помог баклеру по крайней мере надеюсь на это а ну сразу пойдем регис интересная ситуация пришли у нас детская комната за этой дверью как и сказал регис в принципе я был прав насчет той хозяйки до праздника жизни артистов она реально вампирес очкам ну еще бы кто бы так спокойно выкинул из окна бандюгана и сидел бы пил вино должно быть он охранял детскую комнату по личному приказу анны генрияты закрыто разумеется регис мне бы не хотелось возиться с дверьми ты не будешь так любезно разумеется где искать скрытого меня мы сейчас проникнем вашего к вашим услугам хотя можно будет пройти несколько консовок никого тут нет в таком случае хотя бы оглядимся по факту так там гномские проказы на нашем языке это зверь что обитает в пустынях у него тело человека но голова пса герцог илендерский раздобыл такое существо из тех дальних земель киноцефалы спускают урину ежечасно и днем и ночью поэтому зангвебарцы гравируют его изображение на хронометрах и к компасах так но сказки в принципе тут могут порой спасать да как например с той ведьмой где в сказке было написано что нужно становится на колене и так далее там подобное чтоб она помогла может что-то есть внутри то есть если выбор концовки только вот от этого куда пойти то можно будет пройти на самом деле может даже на стриме вторую концовку так тут гимны и баллады припев деревянная уржа открытый оторвал крылья хуже с ней часто играли красивая мелодия и правда жалко механизм поврежден тетрадь собственность изобель де рокфор придворной гувернантки это записки опекунши сианы и анны генриетты из тех времен когда они были детьми не знаю как нам это поможет но пролистать его разумеется надо сиана подарила мне самодельную открытку прелесть с обезглавленными окровавленными людьми а может и нет я спросила зачем она это нарисовала княжна ответила что это сцена из кошмаров которые снятся и сколько она себя помнит в самом деле сиана каждую ночь просыпается с криком если только не спит в одной постели с аннариеттой кажется девочкам над которыми висело проклятие черного солнца снились кошмарные сны некоторые сходили от них с ума сегодня девочки поссорились должна отметить что вели они себя не как пристала дамам дошло до рукоприкладства первой ударила сестру анна генриетта сиана не осталась в долгу прежде чем я их разнила аннариетта потеряла два молочных зуба она сейчас же побежала жаловаться родителям его княжеская милость не принял на веру моих показаний всю вину возложили на сиану девочка была серьезно наказана аннариетта пыталась потом смягчить ситуацию на князь и княгиня были непреклонны ну да если уж заслужил репутацию паршивой овцы тяжко от нее потом избавиться сегодня я первый раз сопровождала девочек в стране тысячи сказок мы провели там полдня сперва мы играли с дюймовочкой а потом с румцайсом он необычайно галантин для разбойника начинаю подозревать что изабелла дракфор писала дневник под влиянием каких-то галлюциногенов каннабиса обыкновенного или не перебивай склоняю голову перед достижениями мастера артуриуса вика он доказал что в магических арканах ему нет равных погоди и погоди артуриус был придворным чародеем мастером иллюзий это означает прегис последний раз прошу не перебивай а то пойдешь в угол девочки сказали что если я захочу выбраться туда одна достаточно открыть книжку страна тысячи сказок и повторить вслух заклинания экспекта лудум книжка как ключ к иллюзиям ничего себе это уже интересно сегодня сиану осматривали чародеи присланные капиту не знаю каким выводом они пришли на его княжеская милость явно обеспокоен видимо именно тогда у нее диагностировали синдром черного солнца или навесили ей такой ярлык и вот дальше я спросила князя что ждет княжну он не ответил сегодня занималась с девочками нильтга артским все она очень старалась хотя она с трудом запоминает новые слова княжна она риэта демонстрирует большие способности но более склонна к проказу когда она думала что я не слышу то сказала в мой адрес блюдо хойль они сианой смеялись во весь голос блюдо это ёбаный или ёбаные ахойль в звучном языке наших не слишком дружелюбных южных соседей слово это означает место которым спина утрачивает свое благородное название практически немецкий да так ну что хватит знаю это звучит неправдоподобно но может анна генри это заточила сиану в этой иллюзии может там она была бы в безопасности и в заперти давай проверим где там эта книга так не нужно все осмотреть игрушечная посуда плюшевые игрушки мило ключик спрятал за равной так золотой ключик ну ключик то он не зря на эту картину смотрел на надо ну-ка шкаф вот она и книжка таки тогда ковер сначала что там должно быть кроме пыли которую туда замела ленивая горничная мало ли что тоже мне профессор нашелся так это она экспекта людум редис редис страна тысячи сказок невероятно посмотрим куда ведет эта дорога где единороги гадят радугой да так окей хорошо лен исходит с ума все это страна иллюзия на настолько мощная что ее нельзя рассеять девочки добро пожаловать страну тысячи сказок отправляйтесь чудесное путешествие веселых вам игр дядюшка артуриус внимание заклинания будут стабильны до июня 1252 года ты сейчас не скорее всего же не стабильны к куществу это уже интересная пойти по дороге из желтого кирпича на кей и и и и и и и и что здесь забыли спор это игровая площадка для двух маленьких девочек отравленное яблоко почему меня полосочка назад ведет зараза выпусти его не трогай мою печку золотко не то поссоримся еще сама открывай а это кто заблудившийся путник не место тебе тот миленький старый ты бледный худой надо не бойся добавлю маслица травочек славный выйдет гуляш только тебя поймаю гуляш просто так не даст а что-то такая дерзкая там где она кстати нет с ней так не работает нет что за мыльные пузыри слышь ты белоснежка помогла бы лучше победить злую ведьму так до котелка здесь не добраться пройти дальше никуда нельзя сбить ее не получится только когда она пролетает если вот ее попытаться подстрелить давай давай еще раз ну да самое простое решение на травила на меня веник свой зараза что это было злая ведьма сам же видел да послушайте я откуда взялось оружие от сказочного принца ему она больше не нужно а вот он и спасибо если бы не вы и жарила бы меня сиана это ты сколько лет джек ты пришла поиграть да нет мне нужны только бабы ты можешь выдохнуть выдохнуть потому что ты не хочешь с ним играть о чем это оль уж джек то знает о чем так что он мне быстренько скажет что случилось с его бабами правда сиана и я прости но но у меня их нет а и что то ты юлиш может все таки сыграем в какую нибудь нашу игру как раньше а например скручен связан по полу скачет ты же не забыл правда и я говорю правду клянусь анриета велел их закопать в разных местах чтобы ты не могла отсюда выйти где понятия не имею но ну оська тот что с волками он должен знать он всегда сует нос не в свои дела хорошо если так а если нет я тебя найду и мы еще поговорим понял а теперь проваливай ну ладно так что ты здесь делаешь ищи утраченное детство понимаешь меня забрали в каэр морхен совсем маленьким мальчиком а там уже не игр не игрушек но как ты думаешь зачем я мог сюда прийти а все дело в детстве он пытается заставить анну генриету выпустить тебя и натравил на баклер чудовищ да в этом весь детство но ты же ко мне не новостями пришел делиться правда так что давай к делу разве не очевидно я предлагаю союз нам обоим важно чтобы ты отсюда выбралась тебе потому что ты хочешь выйти на свободу мне потому что когда ты встретишься с дэтлофом кончится резня в городе сперва ты меня разоблачаешь из-за тебя я попадаю в тюрьму а теперь приходишь ко мне с просьбой надо же какие номера откалывает жизнь вообще я бы посоветовала тебе пойти в жопу но ты говоришь что гибнут случайные люди это не по плану дэтлоф должен был убивать только тех кто провинился и никого больше ладно будь по твоему ведьмак я принимаю твое предложение договорились расскажи мне побольше об этом месте это же иллюзия так да это творение арториуса вига здесь мы с анной генриетты разыгрывали сценки из любимых сказок не похоже чтобы та ведьма собиралась играть это магическая энтропия если заклинание не поддерживать оно становится неуправляемым анна генриетты выбрала опасное место для твоего заточения внешность внешность обманчиво герои сказок на меня не нападут если я сама их не спровоцирую но вот ты ты здесь чужой так что лучше держи ухо востро раз уж ты об этом вспомнила в чем провинились рыцари которых убил дэтлоф криспи дюлак лакро пейрак пейран не хочу я это вспоминать ну да ладно пожалуй тебе это стоит знать когда родители от меня отреклись этим рыцарем поручили сопроводить меня за границы княжества они исполнили поручение не сказав ни слова в мою защиту ты же знаешь у них был приказ а но у криспи не было приказа бить меня на гайкой до потери сознания после первой попытки побега а дюлаку не поручали морить меня голодом и унижать одно я тогда выучила рыцари ведут себя не по-рыцарски когда на них никто не смотрит ну допустим это многое объясняет ты удивлен правда наверное ты решил что все понял еще до того как услышал мою версию событий да все так делают тебя изгнали из-за проклятия черного солнца верно да порченные княжны мутантки ты наверняка о нас слышал еще бы одну даже встречал Ренфри из Крейдена и что скажи она правда была чудовищем она была жестокая но почему из-за проклятия или из-за того что ей пришлось пережить сложно сказать ты ее убил да у меня не было другого выхода забавно то же самое сказала мать когда вышвырнула меня из дома так так может объяснишь что там с этими бобами объясню не волнуйся только вооружи с терпением из этой страны есть два выхода один из них моя любимая сестричка заблокировала когда заперла меня здесь а путь к другому который вон там в облаках здорово усложнило спрятав бобы я все еще не понимаю не торопись этот мальчик это был джек из джек и бобового стебля ты помнишь такого помню он влез по гигантскому стеблю к спрятанному в облаках замку великана мы сделаем тоже когда узнаем куда анриэто дело бобы всего их три красный голубой и желтый а из одного значит стебель не вырастет нет все должно быть точно как в сказке ну пойдем поищем оську может он и правда сумеет нам помочь а ты иди первым спасибо тебя то они не трогают да а ведьмак иди первый оси все время крутился на поляне у подножия горы это недалеко отсюда пройдешь домик ведьмы и сразу направо нет времени на болтовню нам надо найти оську пряничный человечек костная зола ухо кладбищенской бабы а тут кстати метла так и считается еще живой ну что ж друзья ладно продолжим путешествие по сказке уже тогда в следующей серии еще успеем нам надо найти оську насладиться этим пряничным домиком с вами был вера всем добра до следующей серии пока пока а